Еще два года назад марка Hyundai представила новый флагман – кроссовер Palisade. В родной Корее модель стала хитом практически мгновенно, а затем новинку резко распробовали американцы. В итоге корейскому бренду сначала пришлось экстренно гасить волны спроса на этих двух рынках, а уже потом браться за покорение новых. Теперь производственные вопросы решены, и Palisade готовится предстать перед россиянами. Во всяком случае, в базе Росстандарта только что появились сертификационные документы, а значит, пятиметровая махина вскоре справит официальный дебют. Выпуском флагмана займется калининградский автотор. Если верить документам, там будут делать варианты на 8 или 7 мест. В последнем случае во втором ряду будет стоять пара отдельных кресел вместо общего дивана. Набор агрегатов оказался вполне ожидаемым. Экономам предложен 200-сильный 4-цилиндровый турбодизель, а консерваторам – атмосферный бензиновый V6. К обоим моторам прилагается восьмиступенчатый автомат. Привод заявлен и передний, и полный, но в реальности мы, скорее всего, увидим только варианты 4х4. Этот же турбодизель нового поколения из серии Smart Stream полагается свежему Kia Sorento. Правда, в этом случае парой двигателю служит семиступенчатый преселективный робот. Вот только оценить возможности этой связки россияне пока не смогли. Как сообщает газета Авторевью, Kia остановила продажи и выдачу покупателям дизельных Sorento. По информации издания, проблемы в программе управления коробкой, поэтому всем выпущенным машинам нужна срочная перезаливка софта. При этом официальная версия отличается от озвученной журналистами. Московский офис корейского бренда уверяет, что отсутствие дизелей вызвано острым ажиотажем со стороны покупателей. Но вскоре ситуация нормализуется. Без того скромная гамма марки Mazda стала еще компактнее. Так из российского ассортимента тихо исключена Mazda 3. Что, впрочем, неудивительно, ведь по цене малышка почти догнала старшую Mazda 6. Последнюю партию трешек успели завести под занавес прошлого года. А затем российские власти повысили ставки утилизационного сбора. Так что сейчас модель стоила бы еще дороже. Но продавалась бы соответственно хуже.